И слышно, и видно, да? Ну, конечно же, я рада вас всех приветствовать на нашем таком вебинаре, на нашем чате Усеха, где я немного расскажу именно о своей истории. Меня зовут Александр Жирнова, я директор компании Арифлэйн. Спасибо. Спасибо. А сейчас как? Как сейчас? Так, если чуть громче, еще говорите чуть громче. Свет нормально? Отлично. Вот, значит, меня зовут Жирнова Оксана, я директор компании Арифлэйн. Да, директор, но директором я тоже стала не сразу, и пришла я в эту компанию, как и многие, это экономить для себя и покупать продукцию. Пришла именно в эту компанию для того, что мне понравилась, мне понравилась продукция, мне понравился ассортимент, но после того, как я увидела еще и стартовую программу, и, соответственно, я решила пройтись и сэкономить больше 500, в полных единиц, на тот момент это было 6 шагов, я с удовольствием прошла, и когда я пришла в компанию, я тогда была не замужем, у меня тогда не было ребенка, я работала в отделе образования техником, технологом, в принципе, у меня все устраивало, хорошая должность, хорошая работа, но зарплата никакая. Зарплата никакая в том плане, что именно с этой зарплатой я ничего себе не могла позволить. Я никогда не видела моря в свои 20 лет. Я никогда не летала на самолете, я не понимала, что такое странно из-за границы, потому что я там никогда не была. И через какой-то промежуток времени я забеременела и родила. И именно в тот момент у меня появился самый главный мотиваторный успех. Тот человек, ради которого я благодарна, которому я во многом благодарна, это мой толчок к моему успеху. Это мой ребенок. И каждая мама, когда у него рождается ребенок, у нее рождается ребенок, понимает, что если ты сейчас не изменишь что-то в своей жизни, в своей жизни не изменит это никто. Если ты сейчас в декретном отпуске не подумаешь о том, как в дальнейшем вылезет твой ребенок, об этом не подумает никто. И рано или поздно твой ребенок пойдет в сад, в сад, в сад, в сад. У всех деток будет многое, а у твоего ребенка будет самое малое. И однажды ваш ребенок спросил, мама, а почему у того ребенка есть все, а у нее ничего? И что я спросил? Сынок, это потому что твоей маме дали возможность, но она не воспользовалась? Твоей маме дали возможность, а она не подняла попу и не стала ничего делать? Мне далось 3 года, это мой декретный отпуск, когда мне надо было понять, что я хочу изменить. И когда я смотрела на своего ребенка, я понимала, что я мама, я изменю. Изменю жизнь полностью, не только тебе, не только твоему ребенку. И подарю, подарю роскошь, как бы мне тяжело не было, потому что я мама. И только от меня произошло. И именно на тот момент, когда моему ребенку было 4 месяца, на тот момент была акция, именно там что-то сумки, битикейсы. Я залезла в интернет, посмотрела, в принципе, меня устроила эта акция, меня заинтересовала, эта акция была на приглашение. Я решила попробовать. Я позвонила своему спонсору, сказала, как мне делать, что мне делать. Мы сказали, приглашать. Но вы сами понимаете, что в 4 месяца приглашать-то возможно, но ходить в офис немножко неудобно. Я благодарна своему спонсору за то, что именно в тот момент она мне помогла. Я ложила ребенка спать, а сама обзванивала, названивала, потому что у меня была цель ежедневно приглашать минимум по 10 человек на встречу. И я ребенка ложила спать и обзванивала. Я готовила кушать и обзванивала. Я играла с ребенком и тоже обзванивала. Я не считаю, что ребенок – это преграда для того, чтобы осуществить свое желание. Твой ребенок – это, наоборот, твоя мотивация и твой толчок для того, чтобы что-то изменить и начать что-то делать. И в 4 месяца я начала это делать, когда у меня ребенка была. Буквально за один каталог я вышла на 9%. На 9% – когда моему ребенку была всего лишь 4 месяца. Поставьте плюсики, кто сейчас на вебинаре находится в декретном опыте. И вот честно, вот когда сейчас провожу собеседование, и мне говорят, вы знаете, у меня ребенок, и я не могу. Вы знаете, у меня ребенок, и я трачу все время на него. У меня ребенок, и я не могу позвонить. У меня ребенок, и я не могу пригласить. У меня ребенок. А надо, наоборот, говорить, у меня ребенок, поэтому я могу. Я могу позвонить, я могу пригласить, я могу сопровождать, и я вообще могу что-то делать, потому что у меня ребенок. Потому что у меня ребенок. Ребенок – это, еще раз говорю, не преграда. Ради ребенка мы готовы на многое. И самый главный мотива – это наш ребенок. И подарить будущее своему ребенку только можете вы. Вот, Вета, Наталья, Настя, Федор, девчонки, вы в декретном отпуске, да? И у вас, я думаю, есть возможность правильно проводить собеседование, приглашать на встречу, делать рассылки, потому что у вас есть ребенок. Четыре месяца я вышла на 9%, после чего, конечно же, у меня было что-то дальнейшее действие. Это обучение, это, конечно же, действие. Потому что обучаясь и ничего не делая, у вас ничего не получится. Либо делая и не обучаясь, у вас тоже ничего не получится. Надо обучаться и действовать. Именно это я и делала. Ежедневно одни и те же действия. То есть я делала, обзванивала людей, приглашала на собеседование. Именно за этот промежуток времени я прошлась по программе «Краборост». Потому что на тот момент у нас запустила компания обалденную программу, где суммарно получаются 30,5 миллионов. Это сейчас сколько там получается? Да. До директора ты получаешь 10,5. И если ты закрываешь звание директора, ты еще, кроме зарплаты, кроме своей скидки, кроме, конечно же, тысячи долларов, ты еще получаешь 20 миллионов. То есть на тот момент я прошла эту турборост, эту программу. И я довольна этим, я с удовольствием это говорю, потому что, конечно, не каждый человек это прошел. Но я горжусь тем, что именно в декретном отпуске я смогла это сделать. Я смогла выйти на уровень директора. Я смогла получить премию в тысячу долларов. Я смогла забрать именно вот эти вот премии. И, конечно же, вот это вот признание, признание со стороны именно нашего проекта, именно наших директоров, наших лидеров проекта «Территория роста», те люди, которые тобой гордятся, те люди, которые тебе аплодируют, те люди, которые за тебя плачут, те люди, которые на самом деле ради тебя готовы на многое. Почему? Потому что спонсор — это тот человек, который тебя пригласил, который тебя сопроводил и который тебя доведет до конца. Он никогда тебя не бросит. Это если сравнить даже с государственной работой, да, сравните директора. Он никогда тебя не поведет. Это не в его интересах, чтобы вы заняли его пост, сели на его кресло. Здесь немножко по-другому. Я благодарна своему директору Тамаре Семеновне, потому что она до меня, даже не до меня, а в голову мою вложила то, что в этой компании платят деньги. В голову мою вложила то, что, Оксана, надо идти до конца, как бы тебе тяжело ни было. Оксана, надо идти по головам, как бы тебе тяжело ни было. Я благодарна своему спорту. Это человек, который радуется каждым твоим победам. И у вас у каждого есть такой спонсор, который ради вас готов на многое. Он вам готов отдать ваши знания, готов отдать именно все навыки, которыми он владеет. Он готов ради того, чтобы вы получили результат, ради того, чтобы вы увидели, какие деньги, какое признание дает компания наша. И только от вас зависит. Воспользуйтесь вы этим и докажете своему спонсору, что вы настоящие люди, либо вы уйдете и свернетесь в этой дороге. Я вышла, я получила, я получила билеты именно на банкет директоров в 2015 году, где мне дали два билета вместе со своим мужем, мы поехали. И вы знаете, насколько классно? Потому что когда тебя муж говорит, Женатый, у меня такая молодец, Женатый, я тобой так горжусь. Потому что немногие тоже стали на тот момент директорами. Немногие стояли на этой сцене, а я там стояла. Немногие доказали сами себе, а я доказала. И два билета. И пишите, какие роскошные залы. Когда компания аплодирует, когда вы стоите на сцене, когда сверху падают конфетти, когда все столы забиты именно продуктами, когда перед вами выступают артисты, когда вы на самом деле королева бала, и все признание только вам. И это благодарность за то, что ты сделал свою работу. И часто у меня возникает вопрос, а почему вообще не все доходят до этого? Да, я дошла, я стала директором, да, я получила приоритет. А почему это сделали не все? И часто мы проводим собеседу, и он говорит, ну, это нереально, невозможно, ну, это вы и смогли. Часто родственники нам это говорят, ну, это ты и смогла, а я не могу. А почему они так говорят? Почему люди сдаются? Всем дается возможность, всем дается шанс. Шанс этой возможностью воспользоваться и жить. А почему? Ждут быстрых результатов. Девочки, мальчики, это бизнес. Это не работа по найму, где вы пришли, вам дали оклад, и вы получаете своих несчастных 3 миллионов. Это бизнес. Это бизнес, когда вы сами себе нарабатываете эти деньги. Когда вы сами говорите стоп, когда вам хватит этих денег. Это не быстрые результаты. Это надо искать. Надо проходить ступенечка, и я была консультантом. Я тоже была на 3%. Я тоже была даже не на 3%. Я тоже проходила 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, и я проходила. В Арифлейме нельзя прийти и сразу стать директором. Нельзя сразу стать старшим, золотым, бриллиантовым. Все проходят через эти ступеньки. И мы тоже думали, надеялись, да, когда пришли, что это все будет быстро, что это будет легко. Вот я за месяц, да, закрою там звание директора. Ну, люди, смотрите реально на вещи. Какой месяц? Сейчас у вас онлайн-проект, интернет-проект. Да, здесь, если работая, можно за 3, за 4 каталога выйти на звание, да, там, на старшего менеджера. Но если работая, ключевое слово работая, но если вы не работаете, за вас же никто не будет работать. И когда человек не работает, но ждет этих результатов, каких, спрашивается вопрос, каких результатов вы ждете? Люди перестают верить в себя. И чаще всего мы встречаем таких людей, которые не верят в себя. Либо они попробовали один раз, у них не получилось, они попили руки и говорят, ай, не, я не смогу. Это не для меня. Мне проще работать на оклад, мне проще работать на госработе. Люди не верят в себя. Надо прежде всего поверить в себя. Вырождены на этом свете только один раз. И вместо вас эту жизнь не проживет никто. Только вы ответственны за свою жизнь, и жизнь своего ребенка, и жизнь своего ребенка. Люди, и часто люди, застревают в прошлом. Когда люди добиваются какого-то результата, и они очень рады этому результату, им кажется, что этот результат, он и будет всю жизнь. Но это было вчера. Вчера вам были признательны. Вчера вам давали тысячу долларов в премию. Вчера вам аплодировали стоя. Вчера вы были на банкете с директором. Но это было вчера. А что сегодня? А сегодня что? Не надо застревать в прошлом. Не надо думать, что было вчера. Надо думать о том, что есть сейчас, и что будет потом. Часто люди зацикливаются на своих ошибках. Если у людей что-то не получается, они на этом зацикливаются, и идут дальше. Не надо зацикливаться. Надо просто обучаться и понимать, что на ошибках люди учатся. Если не будет ошибок, мы не будем наступать на грабли, то мы не научимся вообще ничего. Именно совершая какую-то ошибку, мы понимаем и сами размышляем, и идем дальше. Именно понимая, как делать так, чтобы именно эта ошибка точно произошла. Часто люди боятся будущего. Часто люди находятся в зоне комфорта, а не попадают. А что такое зона комфорта? Это когда ты вот работаешь на одной работе, да это устраивает, ты получаешь оплату. И ты не хочешь это менять, потому что ты не знаешь, а что будет там за зоной комфорта? Что тебя ждет? А вдруг там не будут расчеты? А вдруг там обманут? А вдруг там предадут? И часто люди боятся выйти из зоны комфорта и боятся вообще будущего. Когда человек привыкает к своей бытовухе, когда человек привыкает к тому, что он живет там на несчастные там сколько, полтора-два миллиона в месяц, он не может себе позволить путешествовать, он не сможет себе позволить шикарные там рестораны, тусовки, путешествия. Человек к этому привыкает. И когда ему говорят, вас ожидает премия, вас ожидают путешествия, человек боится. И он не понимает, и ему кажется, что вы врете. А почему? Потому что он боится быть. Он привык так и там, где он сейчас находится. и пускай даже его это не удовлетворяет, но он не хочет этого. Но даже если не хочет, он боится переступить эту грань между комфортом и будущим. Но для того, чтобы добиться каких-то результатов, надо переступить и нести. Противиться переменам. Часто люди как начать работу новичкам. Расскажите, как начать работу новичкам. Вер, главное начать. Главное начать. И именно у вас есть прекрасный спонсор, да, человек, который именно подскажет, расскажет. У нас есть обучение специальное для новичков, с чего начать, как работать в предсетях, как работать именно по каждому методу контакта, одноклассники, инстаграм. Вы выбираете непосредственно тот метод, с которым вам близок, с которым вы постоянно находите, и только работаете по этому методу. То есть здесь ничего сложного нету. Главное начать. Я уверена, что каждый человек, который здесь присутствует на данный момент, он начинает, и он получает результат, и он идет дальше. Но если вы не начнете вообще ничего делать, то, соответственно, у вас никакого результата не будет. Новичок, либо вы, старичок. То есть тут у каждого одна дорога. То есть вы сейчас новичок, начните делать. Позвоните спонсору, скажите, с чего начать. Но я уверена, что спонсор вас скажет, начни с теплого рынка, начни со своих знакомых. Переведи всех своих знакомых в свой интернет-магазин. Вот. Поэтому, Свет, не буду на этом зацикливаться, да. Приходите на наши школы, конечно, мы вам обо всем расскажем. Вот. А сейчас немножко продолжу свою тему, именно чего я добилась в этой компании. И я думаю, вам будет интересно, потому что я так же, как и вы, была новичком. Да. И вот сейчас я вам рассказываю именно, с чем я столкнулась. И часто люди, вот на самом деле, считают себя очень слабыми. Они не верят в себя, считают слабыми, считают, что они там пройдут, выйдут на 3-6, и они не дойдут. И это на самом деле людей пугает, и они сдаются. Они думают, что мир им чем-то обязан. Да. Часто мы встречаем таких людей, которые говорят, что, типа, ты должен, да. Вот. Часто мы проводим собеседование, и они говорят, ну что, типа, ну ладно, вы начните, а мы, я посмотрю, или я подумаю, потом начать, или не начать. У всех так, наверное, случается, когда вам новички говорят, ну я подумаю, а потом, если что, к вам присоединиться. Или там, ну вы начните, а я посмотрю, какой доход там будет платить, и потом к вам присоединиться. Очень много, да, Наташ? Вот. Поэтому на самом деле они думают, что весь мир вертится только возле НИИ, они думают, что они тут на Земле, и что вы будете их уговаривать для того, чтобы они именно вошли в ваш интернет-проект и начали работать. Вот. Часто такие люди бывают, поэтому на этом тоже не надо закладцикливаться, и страх перед неудачей больше, чем жажда успеха. Люди очень боятся. Очень боятся неудач. Очень боятся почему? Потому что каждый первый шаг, особенно когда человек приходит в этот бизнес, он как малыш, да? Как у нас малыши? Они не умеют ходить, они не умеют говорить, и мы все равно учимся. И ему страшно, страшно встать на ножки, да? Он падает, но он все равно становится, и он идет. Что-нибудь так? Ему страшно, может произнести первое слово, он сам пугает свою речь, да? Часто встречали такого, да, у кого детский путь? Они часто где-нибудь гаукают, да, гаукают, вот. И услышат свой голос и пугаются, да, что ты не понимаешь, что ты его голос. Но они на самом деле, они встают и идут дальше к своим целям непосредственно и к успехам. Не представляют себе всех своих возможностей, да? Да, часто люди, которые, они не представляют себе всех возможностей, которые предоставляет компания, и не верят, в принципе, в эти возможности. Поэтому наша задача – это рассказать про каждую возможность для того, чтобы человек поверил и подсказать, как ему именно по этим возможностям конкретно как ими воспользоваться. Чувствуют, что им есть что терять. Почему люди именно поэтому сдаются? Да, часто возникает такая проблема, что человек говорит, я работаю на государственной работе, да, вы мне тут предлагаете онлайн-проект, он не услышал, да, что она там может быть отдаленная, еще что-то, но он услышал то, что мы ему предлагаем деньги в путешествии непосредственно на интернет-проект. Вот, и человек понимает, что так, если я сейчас брошу свою работу и иду в интернет-проект, а вдруг я там, ну, а вдруг у меня не получится, да, вдруг у меня именно я не буду там зарабатывать, но я променяю свою работу на интернет-проект. Часто люди даже выходят на 15, 18, 22, и они боятся бросить работу. Почему? Потому что, а вдруг, а вдруг, и у них постоянно возникает этот вопрос, а вдруг, а вдруг нету. Если ты будешь продолжать одни и те же действия делать, ты вышел на 15, 18, 22 процента, ты же вышел, и а вдруг, ты же не говорил, вот поэтому закрываем глаза на а вдруг и просто идем вперед. И тогда, поверьте мне, не будет возникать чувства, что вам есть чего потерять, вы просто будете идти вперед и будете это все бросать именно в старом, в прошлом, и будете именно идти в будущее и наслаждаться жизнью. Слишком много работают, да, почему люди за это, потому что слишком много работают, но на самом деле именно в нашем проекте слишком много не работают. Вот скажите мне, поставьте плюсики, кто в нашем проекте работает с 8 до 5. Вот поставьте плюсики. Кто работает с 8 до 5? Вот сейчас, да, график на работе. Если работать, люди работают с 8 до 5 и получают около 3 миллиона. Вот поставьте мне плюсы, кто работает с 8 до 5. Тань, ты в онлайн, вы в онлайн проекте работаете с 8 до 5? Танюш, в онлайн проекте работаете с 8 до 5? С 8 до 5 вы приглашаете чуть больше трех. Чуть больше трех часов плюс 5. Танюш, чуть больше трех часов работаете в онлайн проекте, да? После пяти работаю. Тамар, мы кого знаем, что вы круглыми сутками работаете. Девочки, поставьте плюсы, вот реально плюсы с 6 до 11. Да, это получается 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 часов. Танюш, в онлайн с 6 до 11. Правильно? 5 часов. Танюш, есть результаты? Да, вот, отлично. То есть, видите, человек немножко больше работает, чем даже 2-3 часа, да, как у нас написано в рассылке, и уже у него есть результаты. Кто вот работает с 8 до 5, то есть там получается 8 часов рабочий день. Девочки, я могу, мальчики, я могу дать 100%, что? Никто. Никто. Но при этом все ждут результаты. Все хотят путешествовать, все хотят зарплату в 1000 долларов, все хотят премию в 1000 долларов, но не хотят работать, как на госработе. А почему? Это такая же работа. На этой работе тоже платят, но на этой работе у вас есть классные преимущества. Это премии, звания, банкеты, путешествия. Но почему-то, где платят 3 миллиона, вы хотите работать с 8 до 5. А где дают больше, вы ленитесь. А почему? А потому что у нас нет начальника. Да? Да. Потому что именно в этом проекте вы сами себе начальник. Именно в этом проекте вы сами себе организовываете время. А еще вы знаете почему? Потому что вы именно на своей госработке вы находите еще раз в томе комфорта. В привычном месте и вам кажется это привычным работать с 8 до 5 и при этом получать 2 миллиона. и вы будете уделять час 2-3 онлайн-проекту, но при этом ожидать от него, что вам заплатят тысячи, две тысячи долларов премии, вводят в Болгарию и все остальное. Да, Владимир, я с вами полностью согласна. Они поначалу не верят, покуда не получат результата. Поэтому и редко работают. Вот именно поэтому надо просто работать. Работать именно до результата. Так каждый человек, когда приходит на работу, да, вот вы даже, если даже, давайте сравним, да, государственную работу. Вы же туда пришли, вы обучались, правильно сначала? Правильно. Потом пришли туда. У вас не сразу получалось. Но вы работали, вы учились, вы повторяли одни и те же действия для того, чтобы получить в итоге какой-то результат и научиться этому. Так а почему вы здесь не можете то же самое? Здесь то же самое, это что-то для вас новое. Но здесь обучаться не надо пять лет, да, а потом идти работать. Здесь вы обучаетесь в процессе. И кроме этого, вы еще работаете, работаете, обучаетесь, да, и получаете результат. Все, уже упала с миски, вот это целая миска, все, это просто получите результат. Да, и вы должны просто делать одни и те же действия для того, чтобы именно получить какой-то результат. Не получается у вас сейчас, допустим, проводить собеседование, проведите в действиях. Не получается у вас там люди не соглашаются на рассылки, да, там нет отзывов. Сделайте не три страницы, а двадцать три страниц, если у вас нет отзывов. Но вы делайте, главное делайте. Если вы остановитесь, у вас в жизни ничего не изменит, да, ваша жизнь вообще не понимает. Вы просто подумайте, почему у вас не получается. Часто меня звонят мои новички и говорят, Оксана, вот я делаю рассылки, а у меня вообще отзывы. Я говорю, Тань, а сколько ты рассылок был, а сколько ты страниц ну вот две. Все. Две страницы, и при этом человек хочет, чтобы у меня каждый день было по десять человек на собеседовании. Не будет такое. Вы смотрите реально на вещи. Создайте двадцать три страницы, чтобы у вас был результат. Создайте двадцать три страницы, для того, чтобы поехать в Болгарию. Но двадцать три страницы, это же не тяжело. Проведите не одно собеседование, проведите пятнадцать собеседований вместе со спонсором. Потом скажите, спонсор, я готов, вперед. Это же обучаемая работа. Если у вас сейчас что-то не получается, если у вас сейчас что-то не получается, вы просто это сделайте. Делайте ежедневно, делайте, делайте. Если вам, допустим, эта неделя не приносит результат, вы подумайте, может, вы мало сделаете. даже, может, не мало делаете, а мало, мало страничек создали, мало рассылок сделали, мало собеседований провели. И вперед. И часто люди, которые на самом деле получают какую-то неудачу, вот они попробовали сделали одну страницу, но это хорошо, когда новички соглашаются, еще делают две страницы, три страницы, а часто новички как у нас регистрируются и делают только одну страницу. А вы знаете, нет у меня никакого результата, а вы знаете, ваш бизнес не приносит вообще никакой результат, а вы знаете, я знаю, я-то знаю, я знаю, что этот бизнес уникальный, я знаю, что этот бизнес приносит премии, я знаю, что именно этот бизнес заработок хороший приносит, я знаю, что именно этот бизнес дарит путешествия, я знаю. А она создала одну страницу и говорит, что этот бизнес не работает. Нет. Нет. И человек сразу, именно включая заднюю, человек сразу отходит, уходит, для него неудача, это все не работает. А почему? А почему вы не хотите на самом деле не включить заднюю и не отступить, и не уйти обратно в зону комфорта, да? А просто сделать немножко больше для того, чтобы получить результат. Вот так. Позвонить спонсору, сказать, вот у меня сейчас не получается, что мне сделать еще? Каждый спонсор ответит, что вам сделать еще. Но вы главное, слышите спонсора, слушайте и слышьте спонсора, когда он вам что-то говорит. Спонсор никогда не посоветует вам плохого. Спонсор сам научился, на своих ошибках понял, где правильно, где неправильно. Уже сформировал свою систему обучения, главное послушать его и применить то, что он говорит. Часто мы слушаем спонсора и нам скажут, а не, я ж не смогу, вот он сказал 10 страниц, где их найду. Да, часто такое возникает. Где я найду телефоны? Человек сразу пугается и все, уходит. Но это ж можно сделать. Найти телефоны в спонсор. Вспомните, вспомните женщин 50+, вспомните маминых подруг, тетинах подруг. Возьмите у них телефон и сделайте симки, у кого там лайф не продают на улице. Это не проблема. Проблема заключается в вас, когда вы что-то не хотите делать больше, чем вам сказали. И, конечно же, жалеют себя. Очень часто люди жалеют просто себя, они боятся переработать. Боятся. Боятся сделать что-то большее. Боятся там лечь, спать не в 9 часов, да, а не в 12, вернее, а в 9, да, как там, да. Боятся, а чего тут боятся? Зачем жалеть себя? Часто сейчас в онлайн-проект приходят, да, молодые мамы в декретном отпуске, да, либо... Вот много сейчас здесь присутствует именно молодых мамочек? Да, я уже задавала вопрос, кажется, много, да, здесь присутствует молодых мамочек? Девчонки, не жалейте себя. Этот онлайн-проект, это самый классный проект, который вообще есть на свете. Потому что здесь вы не только себя раскрываете, свой потенциал, вы еще на самом деле получаете все. Получаете признание, получаете вознаграждение. И поверьте мне, через год классной работы, через год вашей каждодневной, ежедневной работы вы получите настолько всего намного больше, что он покажется, что, а я же так мало сделала для того, чтобы все это получить. Ну, просто год поработайте, поработайте ради Болгарии, поработайте ради премии, поработайте. Не работает, потому что отношение такое. Ваш проект почему не настрой, раз вы уже в команде. Хорошо. Вот, поэтому, конечно, не жалейте себя, но на данный момент. Наташа, немножко не поняла, читаю вопрос, не поняла. Ваш проект, почему не наш проект, раз вы уже в команде. Угу. Наташенька, напишите, пожалуйста, немножко, расшифруйте то, что написали. Вот. И, конечно же, на тот момент, когда многие люди сдаются, я не сдала. Именно в этой компании, в этой компании мы съездили в Турцию Европы. Новички вы сказали. Ну, новички, это многое можно услышать от новичков, поэтому просто закрывайте глаза и тупо идите вперед. Вы видите на своих спонсорах, посмотрите, посмотрите на наших топовых лидеров, чего они добились. Да, молодые, в принципе, лени 40, дениси там больше 35 лет, да. Эти люди добились, почему они не испугались? У всех одинаковые новички. Вы думаете, им не встречаются именно люди, которые говорят, там, ваш проект, да, ваш арифлейн, да, ваше все. Им встречаются, да, всем встречаются. Главное закрыть глаза и просто идти вперед, не смотреть ни на кого, ни на что. У вас есть цель, что у вас есть цель? Цель Болгария, да. Все, идите, идите по головам. Не соглашается этот человек, все, пошли к другому, да, нет, следующее, не зацикливайтесь. Столько людей, столько и мнений. Если каждого слушать, поверьте мне, у вас опустятся руки, вам вообще ничего не заходит. Потому что у каждого человека свое мнение. У вас свое мнение. У вас свое есть мнение? Вот, идите вперед. У вас сейчас цель. Цель Болгария. Все, вперед. Немножки, преподавающие, уходящие, нельзя сдаваться. Нельзя сдаваться. Ни в том случае нельзя сдаваться. Вот я не сдалась. Именно поэтому, поэтому я получила и я полетела. Поехали мы именно в Туре, по Европе, именно за деньги заработали именно в этой компании. Я первый раз увидела море. Я первый раз именно увидела, плавала на пароле. Я первый раз увидела Германию, Швецию. То есть это то, что подарила мне компания. Я благодарна этой компании, потому что именно в этой компании мы были на родине Wellness, в Угилете. Именно в этой компании мы познакомились со Стигом Стэном, с профессором. Именно в этой компании я была на конференции менеджеров в Египте. И девочки, мальчики, могу сказать, что именно такой конференции, которую нам дает компания Replay, не дает ни одна компания. Потому что они настолько относятся к своим партнерам бережливо и настолько ответственно. У нас каждый день были какие-то тусовки. Но больше всего мне понравилось то, что... Вот смотрите, какое количество людей именно присутствовало. 2000 участников. Первый раз Шерман Шейк собрал 2000 участников на своем пляже. Да? Посмотрите, какие страны и какое количество людей. 145 слов из Белоруссии. Ну, посмотрите, Украина, Россия, да? Сколько участников. Эти люди выполнили эту конференцию. И условия, кстати, были такие же, как у вас, да? На тот момент тоже надо было новичкам выйти на 15%. Да, какие у вас сейчас все знают условия на Болгарию? Все летите в Болгарию? Поставьте плюсы, кто летит в Болгарию. Кто летит в Болгарию? Владимир, да, да, молодцы, Вероника, Ольга, отлично. Вот, вы посмотрите, на тот момент 2000 участников в Египет летало. Сейчас полетят больше 4500 участников именно в Сочи. Так что, девчонки, давайте, мальчишки, давайте соберем всех-всех-всех, чтобы следующее, именно Болгария, собрало больше 10 тысяч. И обратите внимание, что когда мы были именно в конференц-зале в Египте, там выступала девушка. Регистрация у меня была в 2014 году. В 2015 году она стала исполнительным директором. Вы просто подумайте, да? Она же это сделала. Вот часто, да, мы смотрим и думаем, а, нет, это она. Но с другой стороны, она тоже молодая девушка. Но она же это сделала. Она за один год 13 директоров выросла. За один год. За один год она нашла 13 лидеров. Людей, которые не просто сказали, я буду в этом бизнесе, а через месяц, а, нет, у меня не получается. Но человек как-то это неизвестен. Вы знаете, насколько классно? За один год. За один год она вышла на доход там больше, сколько там, больше 10 тысяч долларов. Ежемесячно. Именно в Египте мы познакомились вот с этой женщиной. Женщина, которая вышла на 15 процентов. Которая выполнила именно квалификацию на Египте. Женщина, которая плохо видит, которая не ходит. Которая плохо говорит. Физя в интернете, она это сделала. Девочки, у вас есть руки, ноги, голова, язык. И вы это не можете сделать? Чего у вас не хватает? Новички говорят не хотим. Да, они все будут. Многие. Вы думаете, этой женщине новички не говорили им как-то? Вы думаете, эту женщину новички не бросали, не уходили в проекцию? Но она же дошла. И она прилетела на конференцию. И часто именно такие люди становятся примером. Примером для нас. Потому что мы здоровые, имея руки, ноги, язык. Мы можем добиться тех результатов, которые добиваются люди с ограниченной ответственностью. Это конференция, которая именно показала размах. Там мы были в пятизвездочном отеле. В самом классном отеле вообще Шерман Шейка. Там были именно вечеринки. Вечеринка была именно в египетском стиле. Когда мы все красивые, вот вы всех нас видите. Все красивые, счастливые. Это те, которые именно в нашем проекте квалифицировались. Это у нас было пять человек, которые прилетели в Египет. Так классно. Вот, поэтому, девчонки, мы молодцы. Теперь надо в Болгарию еще дружнее. Команды такой классной. И в Болгарию без всяких проблем. Потому что на самом деле условия легкие. Главное делать. Главное слово это сделать. Вот, поэтому Египет нам подарил шикарные вечера. Вечера в египетском стиле. Там такие тусовки классные. Там на пляже именно стоят белые столы. Там все в таком вот стиле классном. Там именно руководство тоже в египетском стиле. Вот если посмотреть, вот сейчас этот слайд. Смотрите, как интересно. То есть не то, что они людям сказали там быть на этой вечеринке в египетском стиле. Все люди собрались, а они вышли в деловом. Нет, руководство тоже вышло именно в таком стиле, в котором, в принципе, и сказало всем нам быть. Вот. Дальше слайд. Тоже вы видите, как наше руководство одето. Ну, каждый именно одет по-своему, но очень даже классно. С верблюдами. Девчонки, мальчишки, первый раз верблюда увидела, даже боялась подойти. Ирина Корчевская наша даже лежала с Олей Днезенковой. Ну, я забоялась. Вот, поэтому я сфотографировалась рядышком. Вот. Ну, на самом деле, очень круто, классно. Поэтому, ну, то, что дарит нам компания, это роскошь. Это она показывает то, что она не жалеет ни денег, ни сил. И вот здесь вот вечеринка в белом, когда всем раздали именно майки беленькие, да, где впереди было написано именно, кто-то на данный момент, то есть директор, там, менеджер, либо, как вам название. А сзади было указано именно, кем ты хочешь быть на следующем году. Поэтому все писали именно свои звания на следующий год. И вот здесь была вечеринка в белом. Тоже посмотрите, то есть все руководство тоже было в белом, да, вот насколько интересно. То есть если приказано всем в египетском стиле, то, соответственно, в египетском. Если приказано всем в белом, все в белом. Очень интересно. Вот здесь у меня фотография именно с топом номер один, с лидером номера один большой буквы. Это с Владимиром Полежаевым, да. Много человек было на мероприятиях, где Владимир Полежаев приезжал. Вот здесь фотография, поэтому познакомьтесь с ним. Вот так на фотографии. Очень интересный человек. Человек, который своим примером, своими знаниями, своим творцом доказывает, что в этом бизнесе может, можно стать успешным, получать классные деньги, получать путешествия, получать признания. Главное просто идти вперед и ни перед чем не останавливаться. Ну, именно на этом пляже, именно на этой вечеринке мы запустили две тысячи белых шаров неба. То есть это настолько круто. Вот эти две тысячи участников вместе своими мечтами, своими пожеланиями запустили две тысячи шаров неба. Вот, поэтому насколько вот все интересно. И вот на самом деле вот люди, которые приехали просто отдыхать в Шарман Шейк, они сидели в отеле, смотрели в окошко. И они не понимали вообще, что там происходит, потому что это было закрытое мероприятие, но не пускали сюда. Вот, и когда мы проходили мимо, да, они говорят, что у вас вообще такое? Ну, и мы говорим, что это типа наша работа такая, где вы работаете. То есть люди не понимали вообще, что здесь происходит и что такое можно, что такое именно может подарить наша работа. Поэтому вы должны гордиться именно тем местом, где вы сейчас находитесь, и на самом деле не слышать и не слушать никого. И на самом деле, что находится между неудачей и успехом? У меня нет времени. Да? Часто мы слышим, когда проводим собеседование, у меня нет времени этим заниматься. Ну, вот нет времени, у меня ребенок готов, у меня там на улице, на 8-й день есть, на машине там за мужем куда-то ездила, да? У меня нет времени. И это на самом деле, это преграда между неудачей и успехом. Часто человек сомневается, что у меня не получится. Это преграда. А чего это? У меня нет денег. Это работа. Но почему-то человек ставит преграду. У меня нет денег. Я не могу. Почему ты не могу? У тебя есть руки, ноги, голова, язык. Почему ты не могу? Почему все могут? А ты не можешь. Все делают? А ты не можешь. Все летают, путешествуют бесплатно? А ты не можешь. Все получают премии? А ты не можешь. А почему ты не можешь? Я слишком стар, я слишком молод. Вот вы даже посмотрите на нашу команду. У нас есть. У нас есть и молодые, и более зрелые женщины. У нас нету такого, что у нас 18 и 100, либо 25 и 100. У нас вот именно люди разного взрослых. У нас именно люди те, которые верят в себя, которые верят в мечту, ставят перед собой цель и идут к этой цели. Как бы им тяжело не было, перед вами будут стоять преграды. Не бывают все листов. Перед вами Вселенная будет делать какие-то препятствия. Победа, это ради того, чтобы вы добились этого успеха. Не бывают препятствий, а потом неудачи. Бывают только препятствия, а потом победа, успех. И когда говорят слишком молод, либо слишком старт, они просто не хотят вам говорить, что они не готовы. Они готовы, что делать. Им возраст мешает. И в каком бы возрасте они ни находились, им все равно он будет мешать. Потому что кто сейчас молодой, он станет более зрелый, им он будет мешать. Ну а кто сейчас вообще более зрелого возраста? Ну тот вообще, если человек до, в принципе, до 50-60 лет не понял, что в жизни, в принципе, надо что-то менять, то я не знаю, во сколько лет он еще что-то поймет. Поэтому все зависит только от вас. И у людей нет терпения, мне так нравится эта фраза, у людей нет терпения построить бизнес за 3 года. У людей нет терпения ежедневно работать. Сделайте себе рабочий день с понедельника до пятницы, да, суббота, воскресенье отдыхайте. Но работайте. Налья, да, твоя тоже любимая. Вообще супер фраза, да, девчонки? У людей нет терпения именно построить бизнес за 3 года. Но у людей есть терпение ходить на работу 40 лет. Людям тяжело 3 года поработать ради своей мечты, ради своей цели, ради того, чтобы обеспечить будущим себя, своего ребенка, свою семью. То есть через 3 года классно работать. Вы просто сядете и можете вообще ничего не делать, если вы уже наработали. Если вы за 3 года сделаете бриллиантового директора, если вам достаточный доход, там, 6 тысяч долларов в месяц, вы можете вообще ничего не делать больше. Вы это сделали, вы заработали. Неужели вам лучше ходить 40 лет на вашу работу, а потом в 57 лет, да, вы скидки сейчас нам продлили пенсию, сказать, ой, тут мне же пенсию заплатили 2,5 миллиона, а я ж столько проработал, а я ж каждый день ходил, а я ж в профсоюзе состоял, а я ж там все делал, и мне только пенсию заплатили 2,5 миллиона. А что, вы не знали, что вам такую пенсию заплатили? Вы же знали. Вот вы сейчас не знаете, что вам в 57 лет или в 55 заплатят пенсию 2,5 миллиона. Вот поставьте плюс, кто не знает. Мы же все знаем. Но почему-то мы ходим и ходим, и 40 лет все ходим, а ты говоришь, ой, мне ж маленькую пенсию заплатили. Так а что ты ходила? Что ты 40 лет туда ходила? Почему ты пока у тебя было 3 года декретного отпуска, да, если ты молодая мама, почему ты не воспользовалась и не, на самом деле, не пересмотрела свое все и не начала строить бизнес? Потому что лень была. Но не лень, а и 40 лет. Поэтому, конечно, здесь каждый сам себе выбирает именно ту дорогу, которая ему больше по силам, по духу. И нет ничего более неловкого, чем видеть, как кто-то делает то, что ты считал невозможным. Мы приходим в компанию, и нам кажется, ай, это невозможно. Ай, она директор, ну я уж не могу, это невозможно. Ай, она бриллиантовая, ну это невозможно. Но человек же это сделал. Человек же стал директором. Для него же это оказалось возможным. И на самом деле, я вам желаю, я вам желаю, чтобы вы верили в себя, верили в свои возможности и просто делали. Каждый день делали. Вот вы просто проверьте себя. Вот делайте полгода одни и те же действия. Выберите для себя суббота, воскресенье, выходной. Но работайте хотя бы 5 часов, да, как Канинс тут писала. 5 часов она работает. Вы за полгода не просто в Болгарию получите. Вы за полгода станете директором, получите премию и выйдете на доход субботом в Болгару. Вы просто делаете. Поэтому, уважаемые мои, мне очень было приятно с кем-то познакомиться, с кем-то пообщаться. И я уверена, что моя история была для кого-то полезной. И поставьте себе цель и просто идите. Мы все начинаем с мучка. Но кто-то доходит, а кто-то пускает руки и не будет. Поэтому я вам желаю счастливого, удачного пути. И, конечно же, в Болгарию и с классными премиями. Удачи вам всем. Спасибо большое. Продолжение следует...